Здравствуйте, меня зовут Зарипов Рафиз. Сегодня у нас инструмент баллайка, и мы поговорим об ее истории, методах игры и постановки. Первое письменное упоминание баллайки было в 17 веке, но скорее всего баллайка существовала намного раньше, и она была очень распространенным инструментом, но не пользовалась таким большим уважением, особенно при власти. Известно, что царь Алексей Тишайший в свое время повелел собрать все народные инструменты, начиная от рожков, заканчивая баллайками и гуслями, и все их сжечь. А кто протеялся, тех пороть и отправлять в ссылку. Видимо, это было связано с тем, что скаморохи и другие народные певцы пели песни о власти и о богослужении. Однако со временем ситуация изменилась, и баллайка пришла в народ, ее все полюбили и даже признали русским народным инструментом. И считалось, что это один из самых тревожных инструментов на Руси. Так она получила свое название баллайка, что со временем превратилась в баллайку. Русское происхождение баллайки может быть переписано только к треугольному происхождению. Раньше она была немного другой, ее гриф был намного длиннее, чем сама дека, это треугольная форма, а гриф был намного тоньше. Однажды, путешествуя по своему имению, молодой дворянин Василий Васильевич Андреев услышал звучание баллайки, и тогда он захотел на ней поиграть и попробовать научиться. Его очень поразило это необычное звучание, что он решил ее вывести в народ и распространить. Тогда же он отправился в Петербург к скрипичному мастеру Иванову и попросил его сделать несколько концертных баллайк, на что Иванов был возмущен и не собирался этого делать, потому что это было очень постыдно делать инструменты скрипичному мастеру, обычные баллайки. Но Андреев решил его поразить своей игрой и начал исполнять ему виртуозные произведения, которые были в народе. Иванов не смог же устоять перед таким натиском и все-таки решил сделать несколько концертных баллайк, но попросил Андреева никому об этом не рассказывать. Длина баллайки составляет от 60-70 сантиметров, это в данном случае баллайка «Прима», до 170 сантиметров – это баллайка «Контрабас». Баллайка состоит из трех частей – это головка, гриф и корпус. Корпус баллайки треугольный, что как раз-таки делает ее русским народным инструментом. У баллайки три струны. Первая – это железная, в данном случае ля. Вторая и третья – это две нейлоновые струны. В древности эти струны были все железные, но со временем для удобства игры вторую и третью струну начали ставить нейлоновые и карбоновые струны. Строй у баллайки квартовый. Квартовый строй – это значит, что между второй и третьей струной и первой струной есть четыре лада. Если первая струна – это ля, то вторая вниз будет ми. Ля, соль, па, ми. Баллайка – это хроматический инструмент. У нее на каждом ладу звук увеличивается по хроматизму. Баллайка состоит из ладов. В стандартной баллайке 24 лада. Лады – это деление на грифе для удобства и чистоты звука нот. Зажимает лады максимально близко к этой линии. То есть, если мы будем играть отдаленно от этой линии, то звук будет не такой чистый, как должен быть. Баллайка делается из дерева. Вся делается из дерева, и обычно это дерево твердых пород. Передняя часть прямая, а задняя часть состоит из нескольких частей. Обычно на баллайке это 6 или 7. Методы игры. Один из методов игры – это тремоло. Тремоло – это удар указательным пальцем правой руки по всем струнам одновременно. И делается это вниз и вверх. Следующий метод – это щипковый метод игры. Он делается большим пальцем по одной струне, методом, скажем так, щипкования. Первый метод – бряцание. Еще один из методов игры – это бряцание. Бряцание – от слова бряц. Он делается так же, как и тремоло, но не так быстро, как тремоло. Он делается указательным пальцем правой руки, методом удара по всем струнам. Вниз и вверх. Еще один метод игры это пицциката. Как и на всех струнных инструментах, он играется, не зажимая до конца лад. И правой рукой мы делаем щипки, но лад до конца не зажимается. Постановка на баллайке. На баллайке мы сидим ровно на краю стула. Баллайку держим между ног. Ноги стоят на ширине плеч. Гриф направлен в левую сторону. Левой рукой придерживаем гриф. А правой рукой пьем по струнам. Правой рукой играем по струнам не совсем близко к грифу, но и не так далеко от него. То есть где-то между. В большинстве случаев. Есть методы, где играется правой рукой далеко от грифа, а есть где максимально близко к нему. Один из приемов игры на баллайке это флажолет. Флажолет делается на определенном ладу. То есть это естественный флажолет. Он делается на октаву выше самой струны. Если здесь звучит ля, то на ладу ля на октаву выше он делается методом небольшого прикосновения к ладу и щипком. Как вы заметили, здесь струны звучат не так, как если бы мы играли методом щипка. Они звучат намного выше. Сейчас я продемонстрирую одну из народных песен «Светит месяц», где покажу несколько методов игры, что мы до этого проходили. «Светит месяц» «Светит месяц» Сегодня мы поговорили об истории Балайки, ее методах игры, о ее постановке и о ее строе. С вами был Зарипов Рафис, до свидания.